Ну а пока к другим темам. В Синем море волны плещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет. На флоте шутят. Царь Гведон и его мама, по сути, были первыми подводниками. А если серьезно, 105-ю годовщину со дня образования подводных сил в России отметили в минувшую субботу. В гарнизонах Северного флота прошли торжественные мероприятия. Агаджиевы местные говорят, наша молодая столица. Прошел год, как городу был присвоен статус столицы подводных сил Северного флота. А еще в гарнизоне самое молодое население в области. Средний возраст 27 лет. Вот и сегодня парад малышней мамочек с колясками. Детских садов хотелось бы побольше. Родители малышей встают на очередь в детский сад немедленнее дня. Дети подрастут как раз, когда очередь подойдет. Несмотря на проблемы, гаджиевцы любят свой гарнизон и гордятся тем, что жизнь их связана с подводным флотом. 19 марта в любую погоду весь гарнизон выходит на праздник. В этом году в Гаджиеве прошел конкурс строевой песни. Победителям вручили торт и пироги. Но, конечно, какой день подводника без парада войск. Принимал его командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Игорь Мухамедшин. Поздравляю вас с Днем подводника и 105-й годовщиной соединения образования подводных сил России. Ура! 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 Сегодня я самые искренние слова благодарности хотел бы выразить ветеранам подводного флота и Гаджиева, и Ведяева, и Заозерска, и Гремихи, которые живы, здравствуют. Им самые теплые слова. За минувший год было решено немало задач. Экипажи подводных лодок совершили дальние морские походы, несли боевое дежурство, проводили боевую подготовку, ракетные и торпедные стрельбы. Пока они решают свои профессиональные задачи в море, чиновники думают, как улучшить быт военных и их семей на берегу. Мы утвердили сейчас корректировку бюджета, и мы начинаем строить детские сады в Зато, в Североморске, в Гаджиево, дальше будут строиться и в других Зато. Совместно с Министерством обороны договорились о строительстве четырех спортивных сооружений именно в Зато. Это независимо от того, что делает правительство в других городах. И буквально на днях должно быть утвержден подрядчик, который будет строить служебное жилье именно в Зато. Вопрос социальной инфраструктуры сегодня самой проблемой. Значительная часть офицеров и мичманов не имеют служебного жилья, а нынешний жилой фонд обветшал. Но, как отметил губернатор, для военных в будущем будет построено 4000 квартир.